К другим темам. В начале апреля традиционно стартует месячник благоустройства в Ленинском районе, но уже сейчас муниципальная управляющая компания ЖКХ начала работы по наведению чистоты и порядка во дворах и на улицах Видного. Уборка же мусора компании осуществляется ежедневно. Наша съемочная группа побывала в некоторых частях города, где чаще гуляют и отдыхают видновчане. Людмила Медведева готова поделиться увиденным. Как приятно в теплый весенний день выйти во двор своего дома, посидеть на лавочке, погреться на солнышке, пообщаться со знакомыми. А детишкам и их родителям вообще красота. Детские площадки, оборудованные игровыми формами, с безопасным покрытием, поле разнообразной активной деятельности малышей. А главное, вокруг чисто. Придомовые территории по Школьной улице и Советской, где в полдень мы побывали, радуют глаз. Мы выражаем огромную благодарность тем, кто постоянно следит за состоянием детской площадки. Потому что все-таки здесь могут быть какие-то опасные вещи после вечерних и ночных посиделок молодежи. А дети это все могут подбирать. Так что большое спасибо тем, кто убирается. А убирают здесь сотрудники муниципальной управляющей компанией ЖКХ. Татьяна Николаевна Журина трудится в филиале «Металлург» более 20 лет. Вы знаете, сколько приходится собирать мусора после ночи? Бутылки, семечки. Они как сидят, семечки грызут на лавочках, так они их и бросают. Ну, в общем, вот где детские площадки, где лавочки, здесь, конечно, с утра очень много мусора. Мы побывали и на улице Гаевского, где впервые в городе несколько лет назад было сделано большое комплексное благоустройство с новыми тротуарами и дорожками, бордюрами, красивыми газонами. Но и здесь, к сожалению, некоторые люди считают возможным мусорить. Бывает так, что невозможно смотреть. И травы не видно, и газонов не видно, бумажки, пакеты, окурки, и всё, что хотите. Люди себя ведут, я бы сказала, ну как-то, ну неадекватно, что не соответствует человеку, званию человека. Сейчас, когда уже позволяет погода, здесь, на улице Гаевского, начаты работы по благоустройству. Мы сейчас вот в данный момент восстанавливаем забор ограждения, который был смят жителями их машинами, которые паркуются не там, где положено. Вот восстанавливаем забор и занимаемся покраской. В излюбленном месте отдыха горожан, Аллеи Славы, Советском проезде и расположенной здесь детской площадке, управляющая компания убирает мусор два раза в день. Здесь самая главная беда. Такой, в общем, комплекс хороший, посвящен памяти погибшим воинам. И здесь без конца у нас постоянно ездят на скейтбордах, ездят на велосипедах, на вот этих досках таких, на колесиках. То есть вот, в принципе, они не просто, если бы только ездили по дорожкам, они же на гранитную мраунную поверхность заезжают, а она у них из-за этого раскалывается. В целом, невооруженному взгляду видно, что на объектах муниципально управляющей компании ЖКХ чисто. Впереди месячник благоустройства. За этот период до 1 мая в районе предстоит многое сделать. На предприятии подготовлены приказы проведения месячника благоустройства. В течение апреля месяца будем это дело проводить. Под данное мероприятие у нас закуплены материалы необходимые, закуплены инструменты. Ну и обозначенные объемы работ ответственные лица за проведение этих работ. 5 и 12 апреля состоятся традиционные весенние субботники. Приглашаю и всех жителей городского поселения ВИДНО принять участие в проводимом субботнике. И внести свой вклад на введение порядка на тех территориях, которые не являются зоной ответственности муниципальной управляющей компании. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ.